Ну вот, разлито уже по бутылкам все. И сейчас я буду отсюда удалять лишний воздух. Так пахнет я еще так никогда. Делал даже клубничное варенье. В прошлом году так не пахло, как этот Маляс. Получилось две бутылки литровых. Одна бутылка литр 200. Вот, да. Рогонь такую вот выпускалку. И маленькие такие бутылочки. Получается, вот когда она в таком состоянии, очень легко определять. Уже заиграла, она прошла, проходит обычно какое-то время, и она выпрямляется, бутылочка. Вот, когда она выпрямится, станет пузатенькой, значит, что надо сделать, надо опять открыть крышку. Вот, вот так вот. Открываем крышку, опять же, выпускаем уже газ, который начинает образовываться, и обратно закрываем крышечкой. Вот так вот. Бутылки буду я ставить в разные места. Почему? Расскажу уже в следующий раз. Потому что хочу тоже сделать такой эксперимент. В прошлом году я его начал, в этом году хочу продолжить. Ну, высмотрел тоже в ютюбе, как люди в разных местах выдерживают при разной температуре бутылки. Вот у меня будет, одна будет стоять в самом большом тепле. Здесь я приблизительно дам 30 градусов на неё. Ну, вот эти вот две литровые, скорее всего, у меня будут при температуре 20 градусов, 25. Вот так вот идти. Эти 25-30, эти так, 20-25. Ну, а эти будут 15 градусов 20 в таком диапазоне находиться. Ну, вот пока всё. Следующее видео будет уже потом по препарату Байкал М1, как мы его будем использовать в дальнейшем. Потому что из этих вот бутылочек, которые у меня получились, у меня на целый год хватает у меня на участке побрызгивать. Не успеваю делать компост, но ещё соседям раздаю. Так что, скорее всего, одна бутылочка тоже сразу куда-то у меня, после ферментации и окончания, уйдёт по друзьям, знакомым. Ну, а эти уже там буду применять, по ходу тоже рассказывать. Очень много всякой информации есть. Я два года уже этим делом занимаюсь с Байкалом. Поэтому кое-какие наработки есть. Первый год, правда, половина года вылетела в траву. Я начал его поздно, только осень начал применять. Ну, и думаю, что совсем уж он будет не приводен на следующий год. Вот. Более, наверное, чем литр. Ну, как оказывается, этот год у меня показывает, тоже остатки есть. Но неделю назад, это приблизительно было 8-го где-то февраля, вот, всё ещё было живое. Никаких посторонних запахов, ничего не было. Здесь тоже, когда закончится ферментация, запах должен быть приятный, такой кисловатый. Вот. Мне напоминает такие заквашенные огурцы, как заквашивается запах. Ну, в этом году, не знаю, надо будет посмотреть. Вот. С моим экспериментом по добавлению туда маляса. Ну, надеюсь, что всё будет удачно. Ну, а всякие пожарные. У меня ещё одна такая вот пачечка есть. Я её, правда, приготовил для того, чтобы квас делать. Но если вдруг не получится, вот, я вам это покажу. И, соответственно, будем делать туда новый. Время ещё есть. Оно ещё и будет. Поэтому, я надеюсь, всё это можно будет успеть. Ну, так. До следующих встреч. До встречи. Оно. Здесь updated,盛 que乾бац. До встречи, как по-либоers. До встречи. McD sends. Пожалуйста. убкинPERмс. пreekок.